Девушки отдыхают Так, в 1733 году ландшафтный дизайнер Уильям Кент создал одному герцогу первую коляску, предназначенную для целой оравы его детей В коляску запрягали пони или козу Теперь у тебя есть свой экипаж, не хуже, чем у родителей Так, а теперь тебя что не устраивает? Понятно, в таких колясках уже катаются дети всех знатных лордов Ничего странного, мода на коляске быстро распространилась среди высших слоев европейского общества Ладно, зато у тебя будет самая красивая коляска Добавим позолоты, бархата А вот тут будут резные ступеньки Да, такая колясочка не всякому лорду по карману Так, опять ревем? В чём дело? Ах, вот оно что! Коляска есть, а мамы рядом нет Хорошо, сделаем коляску полегче и впряжём в неё маму Или гувернантку на худой конец В 1840 году с лёгкой руки английской королевы Виктории Матери девяти детей появилась коляска в нашем нынешнем понимании Конечно, у неё ещё не было ручки Но это уже средство передвижения, предназначенное для транспортировки малыша силами человека А чем ты теперь недоволен? Ах, мама, впряжённая в коляску, заслоняет собой дорогу Тебе не видно, куда едем Хорошо, исправим И в 1853 году Чарльз Бертон патентует коляску, ручка которой расположена сзади Теперь и ребёнку всё видно, да и он сам на виду Не потеряешь, если вывалится Что теперь не так? Почему глаза на мокром месте? Ах, устал сидеть! Не беда, была сидячая карета, станет лежачая Люлька с ручкой и на колёсном ходу Настоящий автомобиль Видимо, так посчитала и лондонская полиция в 1873 году Когда запретила движение подобных колясок по улицам Мало того, в 1880 году появились новые ужесточения правил Данное средство передвижения должно иметь белые фонари спереди и красные сзади После Первой мировой войны рождаемость резко поползла вверх И производство колясок выросло в сотни раз Люльки стали ниже, а колёса обрели резиновые шины Плетённые корзины заменили пластмассовыми А главное, коляски стали доступны всем слоям населения Теперь ты рад? Нет? Что не так? Мама не всегда берёт тебя с собой Потому что коляска слишком громоздкая И по лестнице таскать неудобно? Сейчас что-нибудь придумаем Во-первых, используем лёгкий алюминий А главное, сделаем коляску складной Вот так Это новшество 1965 года принадлежит авиаинженеру Оуэну Макларену Изобретателю коляски-зонтика Так, и не пытайся хныкать Вот тебе съёмные колёса Вот тебе окошко в бортах Вот накомарники Вот кармашки для бутылок с молоком Вот корзинка, которую можно отстегнуть от рамы и таскать за ручки Вот модель, которую можно прицепить к велосипеду Что тебе ещё нужно? Чего ты хочешь? Что? Ходить пешком? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин